Здравствуйте, уважаемые! Снова вас на связи Иван Ковыч. Пытаюсь сегодня рассказать о том, как лучше построить свой график в оздоровительной деятельности, в какое время суток лучше заниматься бегом, оздоровительным бегом, коснусь сезонности, коснусь, наверное, по дням недели. Картинок и графиков сегодня будет не очень много, ну, в принципе, наверное, и даже сам подкаст он не будет очень большой. Итак, с чего начнем? Все вы знаете, что у вас в жизни есть периоды, когда вам очень комфортно что-то делать в течение жизни, в течение года, сезона, дня, месяца. Есть дни, когда вам очень комфортно, и часы, и есть ситуация, когда вам через сил нужно застаривать, что-то себя делать. Все прекрасно слышали и знают, и понимают о том, что такое жаворонок, сова, голубь. То есть те, кто рано встает, те, кто поздно ложится, и те, кто придерживается что-то среднего. На самом деле, чистых жаворонков и сов, их примерно по 10-15%, все остальное, это скорее, наверное, принадлежность голубю к той или иной вариации. Коснусь, начну с так называемых биоритмов. На самом деле, это считается в какой-то степени лженаукой, потому что каких-то доказанных, обоснованных, суточных ритмов, графиков, они, ученые, доказать особо не смогли. Но при этом и опровергнуть то, что этого не может быть, ну, наверное, пока еще далеко не получилось у противников данных механизмов. Я имею в виду именно о биоритмах. То есть в зависимости от того, когда ты родился, где ты в какой местности живешь, твой организм настраивается в те или иные часы, и жестко по ним нужно придерживаться. Хочу сказать за себя. Все мои наивысшие спортивные показатели, мои личные рекорды, были установлены во второй половине дня. Это, как правило, период с 16 до 19 часов вечера. Вот это по мне. То есть утром, да, были высокие показатели, но именно все мои личные рекорды, как правило, все-таки были после обеда. С другой стороны, соревнований в вечернее время проводится больше, чем утром. Утром, это у нас, как правило, чаще идут какие-то предварительные старты, забеги, если имеется в виду большой спорт. А вечером проходит финальная часть соревнований. Да, возможность здесь и это. Но мне и тренироваться было всегда легче вечером. При этом хочу сказать, что подобные графики и картинки, которые вы часто, наверное, видите, они, каких только их нету, их не совпадают. Любят рисовать о том, что у жаворонков наивысшая работоспособность с 9 часов до 12. Не соглашусь, много спортсменов-жаворонков, которые также любят тренироваться после 4, после 5 часов вечера. Одно могу сказать, что есть два пика работоспособности у организма. Это где-то с 10 часов утра, максимальный пик работоспособности, до 12 часов дня. И с 16.30, с 17.00 до 19.00, 19.30 вечера. Разумеется, зависит от того, кто когда как встает. Но, как я написал в тексте, что очень многое зависит от индивидуальных особенностей. Немножко позже я покажу, как я пытаюсь подсказать людям, как найти свой лучший график, несложный. Идеальный, конечно, будет это сделать физический тест. То есть, вы пробегаете одну и ту же дистанцию в течение одного и того же времени, не на максимум, но с заметными усилиями. Дистанция у него должна быть большая, это может быть одна тысяча метров, достаточно этого. В пару дней в одно и то же время, затем пробегаете вечером, сравниваете свои ощущения. То есть, когда вам легче бежалось. То есть, это можно по часам, прочее, и разные дни недели. Данный график, наверное, один из самых таких усредненных, типичных для обычного человека, неяркого жаворонка, неяркой солы. Действительно, то есть, как я и говорил ранее, все-таки двухпиковый период у человека по возможностям его функциональным, наверное, все-таки так выглядит. Недаром во всем мире обед у нас приходится на середину дня, где-то чуть раньше, где-то чуть позже. А в южных, все мы прекрасно помним, та же сиеста, ее с 12 до 3, до 4, а то и до 5 дня. Вообще, могут никто ничего не делать, работают вечером, понятно, по какой причине, из-за этой высокой температуры. Но в любом случае, это есть, это придерживаемся. Насколько каждый из вас для себя определит, как это должно быть, ну, чуть позже я об этом еще коснусь. О том, что биоритмы все-таки каким-то образом они существуют, о том, что в зависимости от того, какой период дня у нас по-разному работает и температура тела, и сердца, показывает вот такой график. Это график исследований полярников, здоровья полярников осенью и зимой. В тот период, когда есть световой день, у нас график все-таки больше подстраивается на центр дня, на середину дня. С графиками закончу, скажу еще дополнительно касательно по дням недели. Советую бегать не чаще, вот именно для начинающих, для обычных людей, для простых и для не готовящихся к соревнованиям, бегать не чаще, чем 3 раза в неделю. Не нужно больше. Это достаточно, чтобы держать себя в хорошей форме. Если вы не собираетесь сейчас в соревнованиях, если вы не собираетесь, не готовитесь к каким-то там слишком сложным походам в горы и так далее, то 2-3 раза в неделю абсолютно достаточно. В крайнем случае ничего страшного нет в том, что если вы будете бегать 1 раз в неделю, удобное для вас время. Но это нужно делать постоянно. То есть, если вы бегаете 2-3 раза в неделю, а потом резко переходите на раз в неделю, или вообще перестаете бегать, это не хорошо для организма. Организму это не нравится. Ему нравится стабильность. Если вы год, 2-3, бегаете, но каждое воскресенье, там по 5-6-7 километров, организм к этому привыкает, ему комфортно через какое-то время, ему это нравится. В принципе, 1 раз в неделю всегда можно на это время поделать. Это достаточно для того, чтобы чувствовать себя, ну скажем так, в какой-то форме, и чтобы организм у вас там через... не терял свою функциональную возможность совсем, чтобы снова не началось начинать сначала, когда вам через какое-то время захочется снова бегать регулярно. В течение длительного времени, лет 40, я бегал, бегал что раз в неделю, было много работы, было много переездов, но когда я снова перешел трехразовым тренировкам, мне все замечательно, все комфортно. Есть неплохой инструмент для того, чтобы понять, какой период дня у вас наиболее оптимальный для занятий как физической культурой, так и какими-то интеллектуальными упражнениями. Значит, таблицы Шульте или Шульте, они помогают определить реакцию вашего организма на изменяющуюся ситуацию, они помогают вам определить, какое у вас на текущее состояние на момент выполнения упражнений реакция организма и органов чувств вообще в целом на какую-то информацию. И в принципе, не то что это идеальный вариант, но достаточно простой, удобный, бесплатно и бесплатно находится в интернете, вы просто сможете в течение нескольких дней попытаться утром, в обед, вечером поделывать эти упражнения, то есть сразу скажу, что не меньше чем 5-6 подряд нужно делать одно и того же типа таблиц и записать эти данные. Ну вот, я допустим, мне нравится 5 на 5. Что делаем? Просто приступаем, начинаем и выбираем то, что наиболее для вас подходит. Я немножко замолчу. Слабенький результатик на самом деле. 27. Сейчас еще его. Ну вот, как-то так. По тому, как тренироваться в зависимости от того, зима или лето или осень, на самом деле не очень важно. Зимой мы больше зависим от погоды. Понятно, что мы не будем бегать в минус 20, 25, 30, и даже в минус 15 я вам не рекомендую бегать. До минус 15, в принципе, организм чувствует себя комфортно во время бега, да, не сразу, да, привыкает, но в принципе нормально. По питанию немножко затрону. Ну, значит, касательно питания, то, что я написал о том, что за 2-3 часа, 3,5 часа нужно кушать до выбегания. Спокойно можно выпить сладкого чаю с вареньем или еще с чем-то за полчаса до бега. Я этим занимаюсь. Если вам не удалось покушать, вы голодные, можно словить яйцо в смятку, можно вообще, в принципе, сырое яйцо выпить для наших объемов, не очень больших, для не очень больших скоростей это подойдет. На этом, наверное, сейчас закончу, следом закончу и жду ваших вопросов, комментариях, если кому-то это еще интересно. Спасибо.